Доброе утро, Ставропольский край, в студии Вадима Скаленко. Это новости на своем. В начале выпуска коротко о главном к этому часу. Каково медведю в клетке на базе отдыха? В скандал вмешались губернатор и МВД. Четырехэтажное здание, которое в два с половиной раза больше предыдущего. Когда у этого входа появятся таблички о мировые судьи города Ставрополя, расскажем в сюжете. Пластик отдельно, стекло отдельно. Уже 300 спецконтейнеров поставили в Ставрополь. Жители края беспокоены судьбой медведя в тесной клетке. На базе отдыха под Пятигорском очевидцы заметили животное, которое содержится в сомнительных условиях. Фотографии медвежонка опубликовали в социальных сетях. Это вызвало волну негодования. Пользователи нашли возмутительным содержание дикого зверя в заточении на потеху публике. И потребовали освободить медведя. Ситуацию на своей странице в Инстаграм прокомментировал и губернатор Владимир Владимиров. Глава края сообщил, что уже начали административное производство. Работают надзорные органы. Оставлять мишку по нынешнему адресу проживания точно нельзя. Нужен или профессиональный уход с содержанием, или возвращение в естественные условия. Заповедник, например. Специалисты прорабатывают эти возможности, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант. Происходящим уже заинтересовалась и полиция. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, откуда дикое животное появилось на базе отдыха. Насколько приемлемы условия его содержания. По данному факту, отделом МВД России по городу Пятигорску проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Свои же ошибки ничему не научили. В одном и том же доме предгорного района в третий раз произошел пожар. На этот раз ночью в сарае загорелись тюки сена. Огонь едва не перекинулся на жилища кроликов и коров. Пожарные первым делом переместили животных на безопасное расстояние. А после потушили сам пожар. С хозяевами дома провели очередную беседу. Другие происшествия в нашей оперативной сводке. Нелепая случайность. В Железноводске две пожилые женщины попали под колеса мана. Грузовик поворачивал на территорию лечебного парка. В этот момент на газоне стояли пенсионерки. С 78 и 70 лет. Избежать трагедии можно было бы, если бы женщины сделали пару шагов по тротуару. Да и водитель по предварительной версии ГИБДД не рассчитал радиус поворота. В итоге пострадавший в больнице им грозит ампутация ног. За рулем был 61-летний житель Георгиевского округа. Злостным нарушителем он не является. Полицейские определят степень вины каждого. Агрессивный приезжий. Следственный комитет совместно с полицией задержали подозреваемого в трех убийствах. В 2014 году 38-летний мужчина приехал в Ставрополь к брату. Пока дозванивался до него, зашел в подъезд одного из домов. Там он поссорился с прохожим и застрелил 55-летнего мужчину. После поехал к знакомой. Через некоторое время их застал супруг женщины. Гость застрелил его, а потом и убрал свидетеля в лице знакомой. Дом поджег, а сам скрылся. Сейчас убийца под стражей. Руль вместо подушки. Ночью на одной из улиц Ставрополя сотрудники ГИБДД заметили петляющую машину. По громкой связи потребовали остановиться. На месте водителя сидел мужчина и засыпал, облокотившись на руль. Уже в патрульной машине нарушитель признался, что ехал пьяным. Но от медосвидетельствования отказался. Горе водителю грозит крупный штраф и два года прогулок пешком. Воровка-рецидивистка. 32-летнюю жительницу одной из соседних республик искали по всей стране. По данным полиции, она промышляла в мелких магазинах Невиномыска. Пока продавец отлучался, злоумышленница забирала деньги из кассы. Стражи порядка задержали девушку на территории Москвы. В настоящее время подозреваемая уже дает показания в Невиномысском отделе полиции. Мировые судьи Ставрополя ждут переезда и причем ждут достаточно давно. Новое здание обеспечит посетителям на более удобный доступ к правосудию, а служителям Фемиды работу в комфортных условиях. О предстоящей смене адреса у мировых судей Ирина Ивановская. В этом историческом здании правосудие вершится уже 17 лет. Здесь работают мировые судьи Краевого центра. На небольшой площади разместились более сотни сотрудников. А в приемные дни количество людей становится еще больше. Ведь по статистике львиная доля судебных разбирательств относится к ведению мировых судей. Это дела о кражах, побоях, нарушениях ПДД или прав потребителей. Одна из проблем небольшого здания – нехватка места. На 22 судебных участка всего три зала заседаний. Залы заседаний в мировом суде города Ставрополя весьма крохотные. Например, в этом помещении меньше 30 квадратных метров. А во время судебного заседания здесь находится не менее 8 человек. Поэтому бывало, что во время процесса людям становилось плохо, слишком душно. Размерами кабинетов в здании не могут похвастать ни судьи, ни работники аппарата. Все очень компактно. Часто сотрудникам приходится лавировать между столами, оргтехникой и кипами документов, которыми заставлены рабочие места. Неудобства испытывают и посетители мирового суда. Очень тесновато. Когда бывает особенно большое скопление людей, потолкаются и очень трудно писать. И когда двери открываются тоже. Придется закрывать дверь, чтобы пропустить одного человека. По нормам для работы мировому суду нужно здание почти втрое больше существующего. Больше места нужно и архивным документам, которых за время работы накопилось порядочно. Ну, за 17 лет тут скопилось, ну, наверное, 1050. Это как минимум на одном ряду. Важным событием в истории мирового суда в этом году станет масштабный переезд. По поручению губернатора, Минимущество края приобрело для служителей Фемиды просторное здание в четыре этажа. В новом здании все 590 тысяч архивных документов расположатся уже на специальных стеллажах в подходящих условиях. Просторнее станут кабинеты сотрудников, а людям не придется тесниться в коридорах. Вместо трех залов судебных заседаний процессы будут проходить в 11. По закону их оборудуют системой аудиопротоколирования, мебелью и атрибутикой. Мы предусмотрели отдельный зал судебного заседания с кабинетом. Это для людей малоподвижных, то есть инвалидов. У нас там отдельно это все будет сделано. И будет великолепный зал, вместимостью до 100 человек фактически. Любой процесс нужно будет проводить. И предусмотрены большие кабинеты для наших работников аппарата, конечно же. Это раза в три больше площади, чем они сейчас здесь занимают. На ремонт и оснащение помещений край выделил около 15 миллионов рублей. Планируется, что все работы завершатся осенью. И на новое место мировые судьи переберутся уже к своему профессиональному празднику. Дню мировой юстиции в ноябре. О подробностях будущего переезда узнавали Ирина Ивановская и Павел Сухарев. Ставропольское телевидение. В Михайловске появится светомузыкальный фонтан. В Железноводске очистят берег курортного озера. В Ставрополе установили 300 контейнеров для раздельного сбора мусора. Еще больше новостей в нашем коротком обзоре. С береговой линии курортного озера Железноводска исчезнут самострои. По проекту продления каскадной лестницы городские власти планируют преобразить береговую линию озера. Убрать все павильоны, навесы и другие постройки, установленные самовольно. А затем заменить их новыми. Архитекторы уже создают единый стиль, в котором выполнят все объекты. Михайловск уже в этом году украсит светомузыкальный фонтан. А еще в городе пройдет реконструкция огня вечной славы. Так решили местные жители, выбрав эти объекты для программы «Комфортная городская среда». Работы по благоустройству уже начались. Скоро они перейдут и на пешеходную зону улицы Ленина. В Ставрополе установили 300 контейнеров для раздельного сбора мусора. Если люди будут пользоваться ими, тогда число таких контейнеров будет увеличено. Также компания «Регоператора» планирует вводить контейнеры раздельного сбора по фракциям. Как правило, это 4 контейнера для стекла, металла, бумаги и пластика. А в ботаническом саду Ставрополя расцвели древовидные пионы. В коллекции сада несколько видов этого кустарникового растения, в том числе с ярко-розовыми и белыми лепестками. Диаметр цветков по наблюдениям ботаников может достигать 17 сантиметров. Родина растения Китай, там этот цветок – государственный символ. Тот случай, когда дети знают правила лучше некоторых взрослых. В Крае подвели итоги районных, городских и окружных конкурсов, отрядов, юных инспекторов движения. Законный дорог уважай. Так, на звание победителей в Ставрополе претендовало 7 команд из разных школ. Ученики соревновались в знаниях ПДД и основ медпомощи. Показывали свое мастерство на велосипедах. Кстати, в этом году городской этап конкурса совпал с профилактическими мероприятиями «Внимание, дети!». Судьям пришлось непросто, но команду победителя все-таки определили. Это ребята из 37-й школы Ставрополя. Если удача их не покинет и на краевом уровне состязания, то ученики будут защищать честь Ставрополя на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Ну вот такие новости на сегодня. Следите за всем самым интересным на нашем сайте и в социальных сетях нашего телеканала. До встречи в эфирах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!